Я считаю, что все в жизни можно решить, пока ты жив, что решаемо абсолютно все. Нужно просто проявить креатив, фантазию, смелость. Это вот такой мой оптимизм. Вторая основная часть, я думаю, что это моя команда. Мне очень везет на людей. Наверное, это вот что-то такое, что мне дал Всевышний. Со мной работают уникальные люди, дизайнеры и архитекторы, которые входят в топ лучших в России, инженеры, которых тоже знает вся Россия. Мне кажется, что вот мне очень везет на людей. Ну и, конечно, я много работаю. Я могу работать практически сутками. Отдыхать очень мало, если это требует на то обстоятельства. Набиулина Карина Рашидовна. Кандидат экономических наук, директор института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Здравствуйте, Карина Рашидовна. Я Полина. Конечно, спать-то вам просто некогда получается. Вы ведь помимо того, что три года назад возглавили новый институт, стали еще инициатором создания в Казани научно-производственного кластера в сфере пространственного дизайна. Скажите, пожалуйста, как специалист, что сейчас важнее – пространство или технология? Есть вообще разные теории в архитектуре. И от формы идут к функции, и от функции к форме. На мой взгляд, самое главное – это человек в этой системе. И от того, какие сценарии этот человек видит, этот пользователь видит на территории, так и должна формироваться там среда, экстерьерная или интерьерная, неважно. Но самое главное – это тот, кто здесь хозяин, для кого мы это делаем. Либо это дети, либо это взрослые. В идеале, если среда у нас и в различные вечером и днем хорошо откликается, если у нас среда хорошо реагирует на смену времена года, либо это лет, либо это зима, то есть разные-разные сценарии, мы смотрим это и мамочки с детьми, и наши студенты, и люди уже зрелого, пожилого возраста, чтобы всем было максимально комфортно. И сосредотачиваем, конечно, ключевой акцент на поведении. И многие IT-технологии, они как раз способствуют общению, диалогу с большим количеством людей на этой территории, потому что по-другому просто сложно выходить на местность, опросы – это все важно. Но когда есть такая интеллектуальная среда, которая способна обобщить много мнений, сформировать из них те ценности и приоритеты, для нас это потом для трансформации пространства очень важный инструмент. Что вы думаете о развитии искусственного интеллекта в жизни, профессии и образовании? Страшна эта история или не очень? Я думаю, что это сегодня что-то новое. И, безусловно, боимся мы или нет, мы должны узнавать об этом больше. И какие-то отдельные инструменты внедрять в жизнь. Но зная, что это все должно быть направлено на созидание, на создание, на только позитивные преобразования. Есть версия, что рано или поздно искусственный интеллект победит естественный. И как будут развиваться события в вашей парадигме? Я считаю, что наши творческие ребята, для них очень большой будет потенциал развития, потому что искусственный интеллект будет служить им помощником. Я думаю, что так, что главным останется человек. И человек, думающий нестандартно, всегда сильнее, чем машина. Но это мое субъективное мнение. Но машины и искусственный интеллект, и различные диджитал сегодня компоненты, они способны обогатить мир и среду. Насколько IT-технологии близки вам с точки зрения профессии? Как вы их сегодня используете? Мы сами архитекторы, инженеры по профессии, дизайнеры. И для нас все, что связано с IT-компонентами, мы говорим, что это диджитал компоненты для нас, мы работаем только в рамках основных своих задач. То есть мы используем небольшой блок в сфере программирования для того, чтобы наши визуальные образы, наши проекты были современными, были максимально качественными. Мы знаем только ограниченный потенциал инструментов, которые дает нам прекрасный визуальный ряд. Это либо в офлайн-среде, либо в онлайн-среде, потому что мы тоже с ней работаем. Вы учитесь у преподавателей других институтов или имеете для этого своих специалистов? У нас есть несколько специалистов, которые работают у нас в институте, потому что сегодня мир развивается очень динамично. Нужно отслеживать современные технологии, внедрять их. И, конечно, важно и общаться, коммуницировать. Поэтому часть дисциплины мы отдаем другим преподавателям. И сами обучаем своих специалистов тоже и на базе других институтов. И мы вообще за сотрудничество. Там, где можно сотрудничать, мы стараемся идти навстречу другим. Мне кажется, это обогащает друг друга. И профессионально, и как личностей. Есть ли уже реализованные проекты, которые сделаны вами и вашими студентами с помощью новых технологий? У нас есть направление подготовки motion design. И там у ребят был грант. Это большой эксперимент. Они сделали квест-игру анимационную, разработали. И там они применяли элементы искусственного интеллекта, технологии. И программировали некоторые системы. Но опять-таки для той цели, чтобы у нас получился анимационный квест. Мне кажется, что это интересно. Это был реальный заказ. Ребята заработали небольшие деньги. Плюс они получили уникальные навыки. И, конечно, эта квест-игра, она внедрена. Мы можем приехать на этот источник. Это такой природный заповедник. Там есть QR-коды. И поиграть вот с этим анимационным рядом. Разгадать все секреты и тайны этого серебряного ключа. Мы просто обожаем наш университет. В первую очередь, конечно, за вот это разнообразие зданий и сооружений, которые у нас есть. Мы очень любим работать с объектами культурного наследия. Ведь это наша история. И когда ты уважаешь свою историю, своих предков, тогда ты можешь создавать что-то сегодня современное и актуальное. Без оглядки назад, без понимания ценности невозможно создавать что-то современное. Мы очень любим исторические издания. Мы очень любим колонны нашего Кремля, пространство, уникальные книги, редкие рукописи. Это все очень вдохновляет. Но мы видим и издания современные, которые хотелось бы вдохнуть новую жизнь. Мы непрерывно год уже трудимся над дизайном ряда пространств. У нас здесь общежития уже преобразились. И там живут ребята в новых отремонтированных площадях. А мы знаем, что ресурсы всегда финансово ограничены. И нужно за минимальное количество ресурсов сделать максимум комфорта и удобства для ребят. Вот это для нас было важно в общежитиях. Свои собственные площади и в общежитиях, в университете и в нашем здании оформляли. Ребята сами придумали концепцию оформления этих этажей. Потом взяли кисточки, краски и воплотили в жизнь свою концепцию. Поскольку это большой труд, и это проходило не в рамках практики. Это такой добровольный отряд был студенческий. То, конечно же, мы оплатили эту их работу. Для них это было интересно, но еще и немного прибыльно. Мы знаем, что пункты питания тоже здесь, в Казани, что они важны. Что там проходит очень много общения. Общение между студентами, между студентами и преподавателем в такой неформальной форме. Мы поэтому преображали вот эти пространства. Скоро они будут готовы к открытию. И, конечно же, наш университет начинается с нашей Кремлевской 35. Это приемная комиссия, которая открывает дверь еще для абитуриента. И вот эти пространства, на них тоже есть дизайн-проект, который под реализацию, он уже одобрен и утвержден. Мы тоже считаем, что это очень важная зона, где должны случиться трансформации. Но, опять-таки, мы понимаем, что это мраморный зал. Здесь висит портрет Ленина. Это нужно ценить. Это наша ценность. Мы должны только обыгрывать и улучшать современными подходами и инструментами. Поэтому мы думаем, что огромный потенциал. И мы очень любим менять, трансформировать наше пространство, но с учетом ценности места, духа места. Да, главное здание университета – место паломничества туристов и визитная карточка в Казань. Все-таки больше двух веков истории. Столько знаменитых имен. В архитектурном ансамбле здесь есть и знаменитый дом Ушковой. Что будет с ним? Это здание имеет уже статус объекта культурного наследия. Поэтому я думаю, что все законодательство нацелено на то, чтобы сохранить ценность, сохранить предмет охраны этого здания. Я помню, я не видела проект последний, но я помню, какие жаркие споры, дискуссии развивались, когда гостиница «Тосига» была. Это тоже было прекрасное здание, такой вот флагман, еще вид был, конечно, такой центральный. Я помню, сколько было негодования у профессиональной общественности, у общественности, сколько было переживаний. Но поскольку было очень пристальное внимание, мы видим, насколько современный, интересный объект получился. Мы видим, что там присутствуют и музеи, где мы можем посмотреть историю этого места, где сохранились интерьеры. Но в то же время это место живет, это точка притяжения людей, которые пользуются. А ведь некоторое время это здание было не таким популярным, не таким ценным для людей. Мне кажется, это самое главное, что людям там комфортно и в то же время они чувствуют дух места. Я надеюсь, что вот это здание до Мушковых тоже будет и современный подход, но в то же время общественность не даст вот эти ценные вещи, предмет охраны как-то нам утратить. Краевидение – еще одно ваше серьезное увлечение. Есть ли у вас любимые места, которые удалось сохранить? Я очень люблю природные места. Я сама родилась в Кировском районе города Казани. Мы всегда ходили пешком и с родителями в детстве, а потом с наклассниками. Всегда ходили в лес, всегда ходили на озеро Лебяжье. Это такое мое место силы до сих пор. Я очень радуюсь, когда вижу там благоустроенные места, когда вижу, что дети безопасно катаются на велосипедах, бегают. Когда развита инфраструктура, они могут съесть мороженое, покататься на катамаранах. Мне кажется, что такое преобразование среды без утраты деревьев, атмосферы – это очень здорово. Республика Татарстан имеет ряд долгосрочных программ по сохранению культурного наследия. Ваш институт в них участвует? Я думаю, что в настоящее время в Татарстане уделяется, конечно, большая роль сохранению объектов культурного наследия. Мы видим и внимание президента, который прикован, когда он лично осматривает эти здания. Мы видим проекты, которые финансируются. Например, концепция статистического поселения города Казани. Мы над ней работали несколько лет назад. Мы имели там несколько задач и принципов. Мы знали, что нельзя менять принципиально ландшафт. Нам важно его сохранить, вот этой исторической частью города. Есть видовые точки, которые также исторически имеют ценность. Их нельзя какими-то высотными доминантами перекрыть ни в коем случае. Но где-то высотные доминанты в городе нужны и необходимы, потому что мы современный мегаполис. И как раз нужно было найти баланс между экономикой этой территории, потому что за каждой строительной работой стоит большое финансирование. Ну и стоит и комфорт, и восприятие себя, понимание себя жителями. Поэтому вот эта работа была очень интересна. Она была инициирована Рустамом Новгоревичем Менихановым. И после этого появилось еще несколько подобных концепций. Вот сейчас, например, наш университет работает над концепцией исторического поселения города Елабуги. Это тоже большой труд. Эта территория особенная. И для нас еще она особенная, потому что у нас там филиал нашего университета. Поэтому работа закончена. Скоро она будет уже представлена. Ряд общественных обсуждений прошло. Но тем не менее, последняя финальная версия, она будет опубликована. И профессиональной общественности показана. И Раису Республики Татарстан показана. Мы ждем еще дальнейших обсуждений. Возможно, у нас будут замечания по ней. Это будет очень правильно. И с учетом замечаний жителей руководства Республики мы внесем корректировки. Вот вы, Карина Рашидовна, такая прогрессивная. И институт у вас успешный. За короткое время занял в рейтинге институтов Казанского федерального университета высокую строчку. Перечень дисциплин предельно модный. Анимация, мультимедиа, мошен и коммуникативный дизайн. Даже лаборатория света и звука для изучения иммерсивной среды у вас есть. Как это все у вас с наукой сочетается? Расскажите, пожалуйста. Наверное, это что-то в нашем ДНК. Потому что, когда мы учились, были еще только студентами, поступали на первый курс. Рядом с большинством людей моей команды были наставники. Эти наставники были ученые. Это были и доктора, у которых, например, мой наставник, это вообще великий архитектор Александр Алексеевич Дембич. У него своя мастерская очень известная. Он очень известный архитектор не только в Татарстане, но и в России в целом. У него есть международные проекты, которые он ведет, объекты сейчас, которые строятся по его проектам. И он занимался всегда и до сих пор занимается наукой. Сейчас он больше занимается наукой для поддерживания своих учеников. Но мы видим вот такие примеры, когда, например, Александр Алексеевич, он и сам по себе очень порядочный человек, очень честный, его с этой точки, с этой стороны знают люди. Он профессионал своего дела и в то же время он ученый. Он не просто зодчий, мастеровой, который выполняет здесь и сейчас, сиюминутные какие-то следуют трендам. А он видит в будущее, потому что изучает эти тренды, а во многом он даже их сам создает. Потому что вот у него такой склад ума. Я сама в науку пошла только, наверное, потому что у меня вот пример такого человека, это мой наставник. И у многих ребят, наставники тоже были доктора наук, которые не видят просто сиюминутный результат, а которые понимают, что если мы занимаемся наукой, исследованиями, то мы способны создавать какие-то свои тренды, научные школы и быть уже немножко в другой позиции. Не просто следовать, но и вести за собой. Это как раз по теме вашей кандидатской диссертации? Про моделирование и прогнозирование инновационной деятельности в строительной сфере, да? Ну, мы создаем даже сами низовые инновации. Мы видим, что мы трансформируем систему, например, архитектурного творческого образования сегодня. Внедряя такие проекты, как вот Ямли или в свое время, когда у нас студенты творческих специальностей работали над своими курсовыми проектами не просто в рамках учебных задач, но в рамках реальных задач. Что потом эти проекты, они воплощаются в жизнь, ну, уже там доработаны специалистами. Мы считаем, что это такая вот хорошая низовая инновация. Это не просто база практик, это вот то место, где будут формироваться уникальные компетенции, которые позволят ребятам быстрее выйти на рынок, как творческим единицам. Ну, и уже сейчас, сегодня, со второго семестра начинать первую денежку зарабатывать по своей профессии. Мы считаем, что вот на нашем уровне низовые инновации мы способны вот так вот достигать. Как мудро все получается. Вы, случайно, не родственница главы Центробанка Эльвира Набиулиной? Нет, мы не знакомы, мы не родственники. Вы можете оценить архитектурный потенциал Казани? Что интересного может предложить своему жителю и гостям Татарстан? Есть проекты очень яркие, которые могли бы появиться в разных крупных мегаполисах мира. Например, вот даже сегодня с ребятами мы обсуждали проект будущего театра Гляскар-Камала. И мы смотрели вот то, что на конкурс подавали, мы смотрели проект, который победил. Мы видим, что это проект такого международного мирового уровня. Если такие проекты будут появляться, а сейчас идет реализация, то, на мой взгляд, Татарстан вообще легко будет интегрирован в такую вот архитектурную среду крупных столиц мировых. Прекрасное место – это национальная библиотека. И очень комфортно там людям. Это такое уникальное многофункциональное пространство. Это тоже достойный объект. По Татарстану и по России и в мире в целом, мне кажется, что шуховские башни – это вот такой вот бренд российской инженерной мысли. И мы видим даже вот в Китае, в Гуанчжоу, когда стоит вот эта вот башня, сделанная по патенту Шухова. И это построено уже в современное наше время, построено там пять лет назад и в то же время имеющая до сих пор свою актуальность. Вот это настолько ценно и настолько славит инженерную науку России. Вот мне кажется, что подобные здания и подобные имена остаются в памяти. Шуховская башня, больше известная как телебашня на Шаболовке, металлическая радио- и телебашня – памятник архитектуры советского рационализма. Всего по миру построено более двухсот башен разного предназначения по патенту архитектора и изобретателя Владимира Шухова – от Москвы до китайского Гуанчжоу. Четыре из них находятся в Татарстане, одна в Кукмарском районе, а три – на территории Казанского порхового завода. На строительство этих воздушных конструкций инженер вдохновило плетение корзин. Шухов – один из самых известных российских авторов эволюции инженерных сооружений. От арок, которые известны со времен Древнего Рима, он предложил перейти к сетчатым и висячим перекрытиям. Многие приписывают ему авторство стеклянных перекрытий ГУМа и Пушкинского музея. А еще Владимир Георгиевич долгое время занимался процессами перегонки нефти. Он придумал способ добычи нефти «Эрлифт», спроектировал первый в стране нефтепровод для нефтяной компании «Нобелей», построил экономичные резервуары для хранения нефти и фактически сконструировал первый нефтяной танкер. Карина Рашидовна, вы бы хотели, чтобы о вас помнили, как о лучших людях Казанского университета? В истории осталось такое количество знаменитых имен, с которыми неспытно стать в один ряд. Я могу быть не права, я просто сама по себе очень скромный человек. И, на мой взгляд, за нас говорят наши поступки. И, возможно, имена могут забыться. И искусственно как-то их записывать в книгу истории, возможно, и не стоит. Но вот те поступки, те проекты, которые ты делаешь, они должны быть настолько качественными, что это уже должна выработаться система, люди должны исследовать, знать твои принципы, транслировать твои ценности и, возможно, не знать, что ты был там у истоков создания. Просто даже когда мы создавали только институт, мы тоже об этом думали. Вот это же такой смелый проект, мы немного изменили даже систему образования в Татарстане и в России в целом. Как мы хотели бы, чтобы о нас вот через 30-40 лет вспоминали. Если мы также будем методично идти к достижению результатов, это будет самая большая ценность, даже если имена уже уйдут в историю, и их никто не будет помнить. Чем ваш институт сегодня полезен университету? Это, безусловно, популярность среди студентов. И непопулярность не просто, когда анализируют в интернете институт, а когда люди поступают, когда сдают экзамены, когда голосуют рублем, а это значит, не поступив на бюджетное, они поступают к тебе на платное. Нам удалось привлечь как раз ученых, в том числе они у нас очень многие члены диссертационного совета, которые мы также открыли, а диссертационный совет нам очень нужен, потому что мы должны, молодежь нашу, как раз помогать им расти. И в научном плане тоже, когда есть свой совет, когда есть наставники в этом совете, кому можно обратиться, тогда и молодежь в науку заходит легче и доводит до конца начатые научные свои работы. Это уже в результат переходит. Плюс мы хорошо работаем с заказчиками. У нас очень много специалистов, которые работают в реальном секторе, они действующие архитекторы, действующие инженеры. У нас не так много специалистов, которые только теоретики, хотя они, безусловно, тоже нужны. Это ведь и история архитектуры, например, это тоже важно. И поэтому очень много проектов у нас прикладных и у нас много заказов реальных. У нас заказы превышают, чем наши возможности сегодня их выполнять. Люди стоят в очереди. Ого! А почему именно к вам? Мы закрываем вопрос максимально под ключ. Мы понимаем, что же будет не только при спроектировании, но мы понимаем, как будет эксплуатироваться этот объект уже в силу определенного опыта. И, наверное, мы еще очень ответственно подходим к тому, что мы делаем. Нам важно дальнейшее развитие вот этого пространства, которое мы спроектировали. Я думаю, что благодаря этому такому неравнодушному, ответственному отношению. Есть такое общественное мнение, что дизайнеров и психологов так же много, как в 90-е было много юристов и экономистов. Рынок перенасыщен. Какие качества необходимы дизайнеру, чтобы стать успешным сегодня? На мой взгляд, важно, чтобы дизайнер сегодня получил очень разнообразное образование. Безусловно, это должно быть базовое образование, очень качественное, где он получит основы. Но мы все учились, помимо российских вузов, мы все учились за рубежом. И в Германии, и в Австрии мы непрерывно ездим на стажировки. Каждый год у нас запланировано у ключевых специалистов какое-либо обучение, повышение квалификации. Это нужно понимать, что если ты хочешь стать хорошим специалистом вообще в креативных индустриях, в творчестве, в дизайне в том числе, это твоя вот такая вот базовая опция. Ты непрерывно учишься. Кроме этого, ты должен нарабатывать большой опыт. Это значит, что первое время, возможно, после окончания вуза, ты будешь делать проекты либо бесплатно, просто на воплощение, на резюме, либо ты начинаешь уже вот в рамках наших проектов или сам делать студенческий период. Это бесплатно, но это большой такой опыт нарабатываешь. И постепенно, за счет большого количества опыта и ошибок, которые совершаешь, а они неизбежны, ты также получаешь такой широкий спектр уникальных компетенций. Конечно, творческие специальности, они подразумевают еще некоторую предрасположенность, таланты. Но мы видим ребят трудоспособных, работоспособных, которые достигают больших успехов в профессии. И здесь не всегда ребята, которые прекрасно проявили себя на вступительном испытании, не всегда они потом становятся лидерами в группе. Мы видим, что тот, кто работает более методично, уделяет больше времени обучению, он достигает больших успехов и большей компетенции, большей науки и больше потом средний чек на их услуги. А что все-таки важнее в креативных индустриях – техническая подготовка или полет фантазии? Что важен баланс, диджитал-компонент, она сегодня очень важна. И опять-таки нужно непрерывно учиться, получать навыки, осваивать разнообразные программы, которые появляются, с которых мы работаем. Мир меняется, мы видим, что и для нас некоторые программы стали недоступны, вместо них появились другие в открытом доступе, это нормально. Мне кажется, что помимо еще таланта и творческой составляющей, очень важна смелость в жизни, ты должен дерзать, ты должен брать новые проекты, сложнее, с большей ответственностью, где-то справляться, где-то бывает, что ты не справишься. Ну, ты тоже два пути после того, как ты не справился. Ну, или ты расстроился и никогда больше не проявляешь свою смелость, либо ты, да, решаешь ту проблему и все равно смело заходишь в новые проекты дальше, двигаешься, приобретя уже опыт и больше не совершая некоторых ошибок. Обнаружила, что в вашем институте карьера – это одна из считаемых вами дисциплин. Получается, чтобы совместить успешность проектов, ответственность за их исполнение и качество, нужно учить в том числе построению карьеры? Очень благодарна своим родителям, они мне дали возможность получить хорошее образование. Я благодарна республике, потому что все обучение за рубежом – это те кранты, которые я выигрывала, побеждала, и республика мне как победителю оплачивала это обучение. Мне кажется, что вот это такой важный базис, ну и, конечно, характер, потому что ты либо талантливый выбираешь немножко расслабленный образ жизни, что у тебя все получается легко, либо ты талантливый и развиваешь свой талант еще больше и больше. На тебя обращает внимание твой наставник, а это тоже, на мой взгляд, одно из слагаемых таких успеха. Ну, либо ты в жизни как-то двигаешься самостоятельно, у тебя своя философия – это тоже возможно, но мне кажется, это более такой трудный путь. Прощаясь, хочу вас попросить дать несколько советов абитуриентам. Они им нужны в любое время года, а я удаляюсь. Самое главное – это быть целеустремленным, знать, что ты хочешь, и быть мотивированным, достичь, что ты хочешь. А вот этот инструментарий, к чему тебе прийти, мы берем. У нас и все ребята такие, они очень-очень целеустремленные, они знают, что они хотят. У нас очень мало ребят, кого привели родители за руку. Как правило, это не наш формат, и, скорее всего, человеку будет у нас трудно, потому что учиться творческой специальности очень сложно, помимо интересных дисциплин, которые связаны с изучением истории, с внедрением вот этих вот интересных там композиций, колористики в свои проекты, очень много еще инженерных дисциплин, ведь без них проект будет просто сказочным, уйдет в стол, никогда не будет реализован. Поэтому нам нужна вот эта инженерная компонента, чтобы понимать, как воплотить в жизнь. Кроме того, нужно общаться с одногруппниками, и все сложные, это творческие ребята. Кто-то уходит и закрывается в какой-то собственный творческий мир, кто-то достигатор и претендует на лидерство в группе, отнимая очень большой блок внимания у преподавателя. И ты должен выбрать здесь свою нишу, чтобы получать максимум знаний и идти к своей цели. Ну, ресурс ограниченный, что нам важна себестоимость реализации. И мы должны просматривать свой проект не только вот с точки зрения социального эффекта, пользы, визуального ряда форм и объемов, но и как раз с точки зрения экономической воплощаемости и с точки зрения законодательных актов, с точки зрения вообще действующего законодательства, чтобы не было противоречий, то есть рассмотреть все риски. На наш взгляд, конечно, важно не только создавать творческий продукт, но и сделать все возможное, чтобы твой проект, твой продукт был внедрен в жизнь, чтобы он остался не только на бумаге и у тебя в столе. А в части как раз менеджмента управления мы смотрим, как же управлять потом и эксплуатацией, и внедрением, и реализацией. Субтитры создавал DimaTorzok